Еще несколько дней назад казалось, что эти кадры выступления женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» войдут в историю региона как последний матч команды на чемпионате УЕФА. Решение о закрытии клуба объявил министр спорта Вячеслав Фролов в октябре. Тем более до конца сезона оставалось всего пять игр. И на защиту десантниц встали многие – от болельщиков до руководителей. Я поехала в Москву для встречи с руководителем департамента женского футбола Полиной Валентиновной Юмашевой. И буквально упала на колени перед ней с просьбой помочь нам. Потому что я понимала, что без поддержки Российского футбольного союза нам не обойтись. И никто, честно говоря, не ожидал, что люди так неформально подойдут к этой ситуации. Светлана Подоль всегда говорила футболисткам, что матч не закончен, пока не прозвучал финальный свисток. До тех пор нужно бороться. Так боролся и клуб. Девушки делали посты в социальных сетях и распространяли информацию. Вели переговоры со спортивными организациями. И 30 ноября было объявлено, что клуб удалось сохранить. С этого года выделена федеральная субсидия по линии Министерства спорта Российской Федерации. Она выделена РФС. РФС выделяет клубам 11 с лишним миллионов рублей. Это предполагается потратить на развитие именно женского футбола в России. На будущий год эта субсидия будет нам даже немного увеличена. Деньги будут поступать до 2024 года. Они выделены из того расчета, что регион клуб сохранит. А субсидии также будут потрачены на строительство детских манежей и развитие спорта. В том числе поддержку клубов Суперлиги. Рязанки же закончили сезон чемпионата России в ТОП-4. Боролись за бронзовую медаль, но, вероятно, общий настрой и новость о закрытии клуба сыграли свою роль. А уже с хорошими новостями они будут набираться сил и попробуют показать себя в предстоящем сезоне. И, может, снова сыграют в финале чемпионата УЕФА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.